Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Напротив меня специалист компании Автозапуск 43 Павел Вахрушев. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. И, соответственно, говорить мы будем об автозапуске, о системе дистанционного запуска двигателя автомобиля, вернее о мифах или выдумках, которые связаны с этим процессом, с этим оборудованием. Павел, я предлагаю следующее. Я буду озвучивать эти мифы, их можно без труда найти в интернете, да и вы наверняка от своих клиентов много интересных вопросов, которые ничего там общего не имеют, с реальностью слышали. Итак, один из самых распространенных мифов – это автозапуск, это очень дорого, и далеко не каждому по карману, что нужно копить на это очень-очень долгое время, не знаю, кредит брать, так ли это? Ну, на самом деле, жизнь сейчас вообще дорогая штука, то есть автозапуск, если сравнивать, даже с ценой нового автомобиля, составляют пределах 10-12 тысяч, минимальный бюджет, то есть, мне кажется, это не такие большие цифры. По сравнению с другими трапами, да? Ну, да. У автомобилистов, это и бензин, и налоги, и страховки, и так далее. И так услышали, да, наши слушатели, 11-12 тысяч – минимальная стоимость системы дистанционного запуска двигателя. Не на каждый автомобиль можно установить данное оборудование. Об этом тоже часто говорят. Так это или не так? На самом деле, поставить можно практически на любой автомобиль. Ну, все-таки, практически или на любой? Есть, за исключением, нет. Какие старые ВАЗ-2101, копейка в народе, которые стоят там уже 30 лет, ставятся на копейку без проблем? Есть современные автомобили, некоторых марок, которые, да, очень проблематично сделать, но при большом желании можно, просто будет это очень, ну, позатратнее маленько еще. По работе стей, как у нас, да, принято говорить, работы больше, но все-таки нет ничего невозможного. Следующий миф, который тоже можно часто слышать – автозапуск – это серьезные изменения в конструкции машины, это дополнительная нагрузка на аккумулятор, дополнительная нагрузка на бортовую сеть, аккумулятор-то разряжается и так далее. Как прокомментируете этот момент? Ну, современные комплексы, они практически не несут никакого наобиопотребления, то есть, несравнимо со штатным оборудованием, никакую нагрузку на аккумуляторы не дают. То есть, потребляют ток, вернее, надо сказать следующее, потребляют ток в тот момент, когда это нужно, когда вы действуете на эти, да, органы в управлении, когда вы запускаете мотор? Ну, конечно, да. А в остальное время никакой утечки нет. В остальное время очень низко, сейчас все за этим гонятся, производители сигнализации, поэтому, можно сказать, даже не разряжают никаким образом. Очень многие пользователи сети опасаются, видели эти комментарии, что многие установщики действуют по старинке, и чуть ли не ключ, дабы обойти иммобилайзер автомобиля, ключ там где-то оставляется, что неужели до сих пор такие технологии применяются? Ну, опять же, да, в современных комплексах эти уже совершенно другие технологии, никакой ключ оставлять в автомобиле не нужно, но, опять же, за исключением некоторых моделей автомобилей, каких-то, да, еще приходится это делать, но... Но на вашей практике это часто встречается, когда вот прям... Ну, к примеру, один автомобиль из 50, может быть... Один из 50? Ну, это в зависимости от определенной марки, опять же, да. Просто еще есть... А на некоторых автомобилях нет таких технологий, которые можно еще реализовать без ключевого обхода иммобилайзера. Поэтому там трудится убирать ключ. Угу. Так. Следующий, вот тоже такой смежный вопрос. Автозапуск – это подарок для угонщика. Якобы есть случаи, когда стоит автомобиль зимой, работает двигатель, подходит злоумышленник, разбивает стекло, садится за руль и уезжает. Я понимаю, что... Тут, наверное, больше какого-то необдуманного и неоправданного страха. Но все-таки вы специалист, вы прокомментируете. Есть такие вопросы, да, часто встречают уже. Но... Датчик удара и наклона движения в современных, опять же, комплексах, они работают даже при автозапуске. Угу. Поэтому, развив стекло, сработает датчик удара, автомобиль перейдет в тревогу и заблокирует двигатель. Угу. Зарикнет. То есть даже если, тут предположим, что преступник проникнет в автомобиль, но, по-простому говоря, автомобиль-то он с охраны не снят. Конечно. В любом случае просигнализирует о том, что какой-то дистанционированный доступ, да, перейдет в режим тревоги, да, моментально. То есть сработает сигнализация? Да. Да. И ничего не сможет сделать человек. Хорошо. Автозапуск портит двигатель. Пишут, что там появляются какие-то отложения, нагар, холодное скольжение, поршни от цилиндра, и все это уменьшает ресурс двигателя. Как прокомментируете? Автозапуск на самом деле никаких, как сказать, имитирует полный запуск ключом, как будто бы владелец пришел и сам завел автомобиль. То есть идентично будет, что автомобиль завелся с автозапуска, либо его завел сам владелец ключом. С той разницей, что человек на то время находится в тепле, в комфорте, а машина ждет его и готовится к его появлению. То есть никакой разницы нет. Разницы никакой нет, абсолютно. Насчет увеличенного расхода топлива. Ну тут, наверное, тоже можно в этом же русле прокомментировать. Да. То есть расход, он никак тоже не увеличивается. Нет, но в любом случае... Зависит, конечно, от времени работы двигателя на автозапуске. То есть расход будет именно такой же, какой и по паспорту автомобиля. В любом случае, в холодное время года, все мы знаем, автомобилисты, все умные автомобилисты, знают, что расход увеличивается. Тут будет то же самое, но все в пределах нормы и предусмотренной конструкции заводом-изготовителями. От девушек, может быть, слышите этот частый миф, примерзают тормозные колодки, если производится автозапуском. Такое встречается, они могут перерозить только на автомобилях, где механическая коробка передач. Потому что на таких автомобилях, чтобы запуском пользоваться, нужно изначально сделать в запуску определенную процедуру. То есть поднять ручник, выйти из автомобиля, поставить в охрану, он закроется и заглохнет. Тем самым автомобиль будет готов. То есть сигнализация будет понимать, что автомобиль находится в нейтрале. Ну и тут, конечно, есть некоторые факторы, которые могут повлиять на примерзание колодок. Но это встречается очень крайне редко. То есть должно быть сначала сыро, да? А потом резко должен ударить мороз, чтобы все это примерзло. То есть погодные условия тут, скорее погодные условия в первую очередь, наверное, стоят, нежели какие-то манипуляции, которые человек проводит. Еще один миф. То есть это очень редкий случай, но бывает. Бывает. Еще один миф. Якобы охранная система с дистанционным запуском имеет ограниченный радиус действия. То есть выйдя за этот радиус, ты уже не сможешь управлять своим автомобилем и его мотором. Так ли это? Ну это касается систем, где управление идет через обычный перелог. То есть по радиоканалу, да? Есть комплексы, которые управление можно осуществлять через GSM-канал, то есть с телефона, с приложения. Да, я поясню, да. GSM-канал это наша мобильная сеть. Да, через сим-карту. Да, через сим-карту. Прям симка туда вставляется? Да, там не сим-карта, а вставляется прямо комплекс. Ну тогда получается неограниченное расстояние. Неограниченное расстояние, да? Управление, настройка, мониторинг, оповещение, все идет через эту сутовую сеть. Я напоминаю, что это Павел Вахрушев, специалист компании Автозапуск 43. Мы сейчас пробежались по мифам, которые связаны с дистанционным запуском двигателя. Вот основное, что слышат специалисты, в том числе Павел слышит в своей работе, это сейчас мы озвучили. Дальше хочу перейти. Я спросил вас первым делом о том, дорого ли это. Сейчас хочу поинтересоваться. Конкретный ценник, чтобы слушатели сразу прикидывали, понимали. Отечественный автомобиль, иномарка. Цена различается сильно? И что востребовано в нашем городе в данное время? Я имею в виду ценовой диапазон. Бренды конкретные мы озвучивать не будем. Это уж с этим разберетесь тогда, когда непосредственно человек к вам придет. На самом деле, освоей разницы нет. То есть иномарка, либо отечественный автомобиль. Цена начинается от 11-12 тысяч. Опять же, повторюсь. Хорошо, более конкретно спрошу. Вот бюджетный вариант за 12 тысяч рублей. Можно ли установить как на отечественный автомобиль, современную ладу, ВАЗ, так и на иномарку? Можно? Можно, конечно. Все зависит от платежеспособности, от бюджета клиента. Если какие-то комплексы уже с GSM, то там уже начинается в среднем цена 14-15 тысяч рублей. Хорошо, давайте сейчас этот логарифм проговорим. Автомобилист, автовладелец решил установить систему дистанционного запуска автомобиля на свой мотор. Вернее, на свой автомобиль. Он приезжает к вам. Приезжает куда? На? На Ломоносова-3, первый автоцентр. Он должен с собой привезти этот прибор, эту систему, либо есть возможность выбрать непосредственно у вас? Можно, конечно, на месте все подобрать. Тем более, это будет более удобно и понятнее. То есть, под конкретный уже автомобиль, под желание клиента подобрать уже оптимальный для него комплекс. То есть, все у вас есть? Насколько широк выбор? Все модели. Все модели современные? Будет любой производитель, любая модель. Официальные дилеры у вас, официальные партнеры, поставщики этого всего? Поставщики, да, официально город Киров. Мне хотелось бы еще, чтобы вы рассказали побольше о компании Автозапс 43. Сколько лет вы уже существуете? Сколько уже клиентов у вас? Сколько проектов реализовано? Проектов клиентов очень много. Мы занимаемся уже порядка 12-13 лет. Так. Так. Ну, там на тысячу, видимо, уже счет идет клиентов. Ну, да. Так прям точную цифру не могу сказать. Действительно ли в преддверии зимы поток клиентов увеличивается? Зима, да. Считается сезоном в этой области, в сфере, да. Поэтому поток клиентов увеличивается. И учреди, соответственно, тоже. Сейчас очередь есть? Да, в сезонах порядка недели, полтора. В среднем время, период времени, который уходит на то, чтобы с одним автомобилем манипуляции все проделать, что все качественно, все хорошо, все мы сделали. Сколько времени нужно? Ну, опять же, зависит от комплекса, который устанавливается. Ну, вот в среднем. В среднем занимает четырех часов. Вот четырех часов. То есть половина рабочего дня. Вы потом как-то человека обучаете. Да. Вместе с ним тестируете тут же. Рассказываем. Рассказываете. Все объясняем, чтобы человек ушел, пользовался уже, говорят, какими-то знаниями начальными. Меры предосторожности, о безопасности тоже говорите. Да. Все это и есть. Все объясняется полностью. Автомобиль сдается, то есть клиенту и человеку, чтобы имел какого-то понимания, пользоваться комплексом. Естественно, если комплекс управления с телефоном, то все настраивается уже на телефоне клиента. Если не ошибаюсь, по-моему, в вашей группе ВКонтакте написано о том, что вы регулярно посещаете форумы, выставки производителей, где новинки презентуются. Часто проводят конференции, семинары, то есть рассказывают о новинках, о нововведениях в этой сфере. То есть вы еще и человек, следящий за тенденцией. Без этого никуда не может. Ну, соглашусь, безусловно. Чтобы быть конкурентоспособным и востребованным, нужно этим заниматься. Вновь современность. Может быть, приоткроете какую-то тайну, что вот, какая-то фишка может быть появится в ближайшие, не знаю, года два, три, четыре, вот прям скажут все. Вау! В ближайшее время ожидается бесключевой обход имбелазера на такие модели, как Mercedes с замком зажигания FBS 4. То есть это уже был анонс. Я думаю, в ближайшее время скоро реализоваться. Это, еще раз повторите, владельцы в каких автомобилях? Mercedes-Benz? Mercedes-Benz, да. А конкретные? Ну, свежие года такие. А конкретные модели? Ну, там на самом деле много моделей. А ГЛК, ГЛЕ, вот эти все современные кроссоверы? Да. У них просто такой замок зажигания, который называется FBS 4, системой имбелазера. На сегодняшний момент есть, то есть можно реализовать бесключевой обход имбелазера только на FBS 3, на знаках зажигания. Вот анонсировали уже на более свежие модели, то есть можно будет это все сделать. Сколько это будет стоить, если не секрет? Дорого, наверное? Пока цены никаких нет. Пока еще не озвучивают, да? Ну, здорово. Еще раз напомните, чтобы хозяева таких автомобилей знали, когда им ждать появление. Регонсируют, вроде как бы... Когда в этом году? Да, в этом году уже, да? В этом году. Будет новая моделька, новая модель символизации, которую будет поддерживать. Павел, спасибо за разговоры. Я предлагаю сейчас озвучить контакты компании Автозапах 43, как можно с вами связаться, куда добираться. Ну, мы уже сказали, Ломоносова 3. Да, Ломоносова 3, первый автоцентр. Связаться можно по телефону. Авторынок? Да. Весь город знает, что это авторынок, это место, да? Связаться можно по телефону 262443, также вайбер, ватсап, контакт, автозапуск 43. Группа ВКонтакте, давайте, не торопитесь, группа ВКонтакте, автозапуск 43, прям можно набрать. Да. Ага, по номеру. Инстаграм. Инстаграм. Тоже автозапуск 43 можно набрать, легко найти. По телефону, вайбер, ватсап, можете писать. В какое время лучше звонить? Вы же в работе там постоянно? Ну, звонить... Рано утром, поздно вечером. Или вы все-таки откликаетесь на все сообщения? Да, откликаюсь всегда, конечно, по мере возможности. В рабочее время быстрее отвечаю, конечно. Написать, но ответ всегда будет. Спасибо, эта передача была посвящена мифам, которые связаны с системами дистанционного запуска мотора. Павел Вахушер, специалист компании Автозапуск 43. Удачи вам, успехов. Спасибо.